Добрый день, Kia Sportage, 2019 год, пробег 41 тысяча километров. Проблема, не работает полный привод. Случай здесь интересный, поэтому решили записать отдельное видео. Если, как правило, с полным приводом здесь бывают проблемы, либо срывает шлицы в корпус дифференциала, либо обрывает муфту полного привода. Здесь мы также думали, что оборвало все-таки муфту. Сняли саму муфту, разобрали, сейчас покажем, что там внутри. Потому что, как правило, здесь заканчивалось тем, что муфта в обрыве, сняли, заварили муфту, все почистили, залили чистое масло, поставили ее, и все, человек уезжал довольный. Но здесь совсем другая история. Вот мы ее уже сняли, разобрали. Это вот состояние масла, можно наблюдать, которое было, сливалось. Напомню, пробег тут 40 тысяча почти. Масло здесь просто превратилось в гуталин. Вот, самое интересное, пакет фрикционов. Точнее, бывших фрикционов. Фрикционов уже и нет, здесь просто голый металл. То есть я, честно говоря, даже не помню раньше, чтобы они так приезжали. Обычно ее просто обрывало, и все. А здесь, прямо на этой муфте, наверное, жгли, жгли и жгли. Будет также, наверное, дана рекомендация проверить масло ВКПП, в каком состоянии. Не в таком ли она тоже, не сгорели ли там фрикционы еще в коробке. А варить здесь как раз-таки нечего. Вот, обычно срывают эту корзину здесь, по центральной части. Но здесь, как мы видим, с корзиной все в порядке. Так, ну и давайте, наверное, сделаем предположение. Есть у нас предположение? Ну, предположение, я думаю, может быть, человек был на рыбалке и застрял, и все, жег, 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 жег. Ну, может, кого-то таскал, да? Может, это связано с тем, что у него стоит двухлитровый турбомотор бензиновый? Ну, может, у него раньше до этого был эволюшин или VRX какой-то. И он привык, да, себя так вести, да? Ну, постоянная нагрузка, если при ускорении, постоянном со светофора, тапочка нажимается до упора, и нагрузка повышена, и все равно будет на задний привык. Ну, да, повышена, но все равно я не думаю, что так можно было ушатать чисто из-за того, что стартовать со светофора. Макс, я думаю, все-таки. Ухты такого типа, это ассистент на этом полном приводе, то есть это все-таки паркетник городской, не надо об этом забывать. И я думаю, действительно, что здесь... Либо тащил что-то, да, либо где-то застрял. Да, я думаю, при городской эксплуатации такого не будет. С хозяином автомобиля свяжемся, попробуем узнать подробности, ну, и расскажем вам, как это все-таки произошло, из-за чего. Также будем обслуживать редуктор угловой, шлицы покажем, в каком состоянии. Ну что, пообщались мы с автовладельцем. История здесь следующая. Автомобиль был пригнан сюда из Америки, ну, через Армению, естественно. Всей историю он не знает. Жесткой эксплуатации автомобиля при данном автовладельце не видел. Обычная городская эксплуатация. И просто заметил, что зимой не все колеса вращались. Вот и обратился к нам. По данной муфте, по данной муфте принято решение, что... Да и мы здесь, и восстанавливать, в принципе, нечего, да. Во-первых, она не деталируется, не достанешь комплектующие запчасти. И восстановление здесь, даже если найдешь где-то, думаю, дороже будет, чем новая муфта. Новая муфта, кстати, посмотрели, стоит порядка 70 тысяч рублей. Автовладелец решил, что не стоит, не нужна ему новая муфта. Он уже имеет дикое желание сдать этот автомобиль в трейд-ин. Он привез бывшую муфту. Будем ее устанавливать. Ну и, соответственно, проверять уже работоспособность. По угловому редуктору, как и говорил, сняли. Для снятия здесь, как всегда, понадобилось оценить шаровую, вытащить правый привод с промвалом. Здесь... Сейчас свет возьму. По шлицам в корпусе дифференциала все отлично. Ну, сюда, видимо, уже залазили, да? Это не течь масла с коробки. Масло в коробке светлое, мы проверили. А это просто ржавчина и смазка, которая была здесь ранее заложена. Шлицы на самом редукторе. Также в состоянии. Отлично. Сейчас все помоем, почистим. Новую смазку набьем. Здесь отсутствовал пыльник металлический, который должен закрывать здесь. И сальник внутренний. Также разорван, мы его заменим. И что еще обратили внимание? Вмешательство уже здесь было. В Армении, либо в Америке, не знаю. Комуты уже стоят неродные. То есть, как минимум, менялся пыльник плюс. Замят подрамник. Говорит о том, что здесь был удар. Ну и, возможно, даже кузовные работы какие-то проводились. Для нашего рынка, так сказать. Ну все, все агрегаты установлены на место. Проверили, все работает. Включи, пожалуйста, драйв. Все. Полный привод вернулся к данному автомобилю. Надеюсь, прослужит долго. А на этом все. До встречи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok